Валерий Седов Вот и кончилась ГИАМ. Подведены итоги государственной итоговой аттестации. Жизнь продолжается. В художественном музее выставка к 85-летию со дня рождения Виктора Геева. Партнер выпуска ООО «Рязань Медтехника». Все средства реабилитации от лучших производителей в магазине «Медтехника» на Есенина 72-2. Инвалидные коляски, каталки, функциональные кровати, ходунки, опоры под спину, кресла-туалеты, ступени с поручнем, сиденья для ванны, прикроватные столики, бескаркасные ванны, велоэргометры, костыли, трости, палки для скандинавской ходьбы, дыхательные тренажеры и многое другое. В магазине «Медтехника» на Есенина 72-2, справа от выставочного центра АК. Телефон 51-10-15. 51-10-15. Возможно, доставка оборудования под заказ. Губернатор Рязанской области Павел Малков встретился с президентом Владимиром Путиным. Повесткой стала церемония закрытия международной выставки форума «Россия». Национальное наследие и достижения страны планируют и дальше демонстрировать в специально созданном центре. Три с половиной миллиона гостей выставки форума посетили стенд нашей области, в том числе и сами рязанцы. По словам губернатора Павла Малкова, люди испытали гордость за родной регион, за нашу большую и прекрасную страну. На церемонии закрытия он также рассказал о Рязанской ВДНХ. Мало кто знает, что в 50-х годах прошлого века, помимо основного ВДНХ, еще был один из выставок в других регионах построено. К сожалению, они были все потом утрачены, в том числе у нас в Рязани выставка была разрушена в 90-е годы. Остались буквально только островые здания и территория заброшенная. А сейчас мы эту выставку восстановили. Вот здесь некоторые кадры у нас сейчас идут полностью в аутентичном виде. Сейчас у нас уже есть план ее дальнейшего расширения. Мы будем выходить за те границы, которые были при Советском Союзе. И уже сейчас это один из центров жизни Рязани. Церемония закрытия международной выставки форума России прошла при участии президента Владимира Путина, организаторов, журналистов и представителей разных областей нашей страны. Напомним, масштабная экспозиция открылась в ноябре прошлого года. За это время ее успели посетить более 18,5 миллионов человек. Гостям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Нам есть, что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось. Вам большое спасибо. Спасибо большое. Конечно, конечно, нужно создать условия для того, чтобы сам этот нерв того, что делает страна, чем страна живет, и того, чего она добивается, чтобы это было показано. По словам президента Владимира Путина, наследие выставки планируют сохранить. Распоряжение о создании Национального центра России подписали 1 июля. Подобную работу будут проводить и в регионах, принимавших участие в международной выставке-форуме. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Двум рязанцам вынесли приговор. Они признаны виновными в убийстве, совершенном группой лиц. В региональном следственном комитете отметили, что доказательств для вынесения обвинительного приговора достаточно. Он – это погибший, на которого мужчина в кадре и напал. Нападение, говорит, произошло около года назад на улице Радищева. Действовали вдвоем. Одному на тот момент было 34, другому – 19. Встретились с потерпевшим вечером и хотели совсем не поговорить. Обвиняемый предложил выпить, а после он достал нож и нанес несколько ударов. Дальше, говорит, били вдвоем. Следователям он рассказал, что даже поднял земле бутылку и разбил ее об голову потерпевшему. Он что-то пытался встать, ходить, что-то как-то. Это я не помню, это я смутно помню. Что-то он пытался ходить, я его бросал, бил. Он также орал, типа, дай уйду, дай уйду. Я на это никак не отреагировал, продолжал его убивать. Подозреваемых поймали практически с поличным. Когда обвиняемые отошли от места преступления, то один из них предложил потерпевшего добить. В тот момент, когда они стали возвращаться, навстречу уже шел наряд полиции. Приговором суда одному из виновных назначено наказание в виде 16,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Статья, по которой их обвиняли 105 часть 2 пункт Ж. Убийство совершенной группы лиц по предварительному сговору или организованной группой. Максимальное наказание по статье пожизненное. Безопасность детей во всех сферах защищают различные ведомства, в частности прокуратура. О том, какие мероприятия проводятся в Клепиковском районе, расскажем с места событий. В прокуратуре Клепиковского района проведена проверка обеспечения безопасности детей при эксплуатации спортивных, игровых площадок и оборудования, предназначенного для игр в общественных местах. В рамках реализации проекта «Жилье и городская среда» в 2023 году благоустроили сквер на улице Просвещения и Свободы в Спасклепиках. Проверка установлена, что в указанном сквере малоархитектурные формы, предназначенные для игр, имеют повреждения, что ставит под угрозу жизнь и здоровье детей. Кроме того, в рамках реализации сквера на улице Просвещения был установлен колузен общественного пользования, однако он не функционировал ввиду отсутствия обслуживающего персонала. С целью устранения выявлено в нарушении прокуратуры района в адрес обслуживания администрации Клепиковского района внесено представление, в результате рассмотрения которого в произведении работы по ремонту поврежденных элементов игровой площадки открыт доступ к стану. Также прокуратура Клепиковского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, в ходе которой установлено, что в нарушении требований ГОСТ на автодороге близ общеобразовательного учреждения отсутствуют подходы к пешеходным переходам и тротуары. С целью устранения выявленных нарушений в Клепиковский районный суд прокуратуры района направлено исковое заявление об обеззанне ответчиков устранить выявленные нарушения, которые рассмотрены и выявлены. В настоящее время ответчиками принимаются меры к исполнению решения суда. Ведется строительство тротуара вблизи образовательного учреждения. Указанные работы находятся на контроле прокуратуры района. Одним из этапов перед вступлением во взрослую жизнь – сдача выпускных экзаменов. Эти самые экзамены ГИА, выпускники школ, сдавали им последние несколько месяцев. Кстати, в этом году государственная итоговая аттестация проводилась с некоторыми изменениями. Около 16 тысяч человек приняли участие в государственной итоговой аттестации. Все прошло в штатном режиме без технических сбоев. Министр образования Рязанской области Ольга Щетинкина отметила, что девятиклассники сдавали 4 экзамена, 2 из которых по выбору. А результаты по предметам стали выше, чем в прошлые годы. Также чиновник обратила внимание на проведение апелляции. При этом особенность аттестации девятиклассников в этом году заключается в том, что апелляции, поданные о несогласии с полученными результатами, рассматривались региональной апелляционной комиссией, что повысило объективность рассмотрения апелляции и полученные результаты были обобщены и, соответственно, представлены всем, кто подавал апелляции о несогласии с результатами. Для 11 классов и учащихся средних профессиональных учреждений аттестация проводилась по 15 предметам. Меньше всего для сдачи выбирали испанский и китайский языки. Помимо этого, министр отметила, что сдавать информатику стало больше выпускников. С 2021 года их количество увеличилось в три раза. Результаты единого государственного экзамена в целом сопоставимы с общероссийскими результатами и региональными результатами в прошлые годы. Но, как правило, ежегодно бывают у нас колебания результатов. Значит, по каким-то предметам они повышаются, по каким-то становятся несколько ниже. Ольга Щетинкина рассказала об особенностях приемной кампании. В этом году изменилась система целевого обучения. Специально для этого создали портал «Работа в России», где работодатели разместили вакантные места, которые они смогут обеспечить как целевые. В Рязанской области таких около двух тысяч. Чтобы получить место, необходимо выбрать компанию, подать заявление в приемную комиссию и после поступления заключить договор с работодателем. Анастасия Арт, Дмитрий Фимов, телекомпания «Город». 6 июля в Рязани состоялся ретропробег. В нем участвовали почти 30 единиц техники. Если о самом автопробеге мы рассказывали в наших прошлых репортажах, то пришла пора поведать и о самих реставраторах. Перед зданием региональной госавтоинспекции установлен ВАЗ-2101. Он уже давно не на ходу. За свою расцветку и шум сирен этот тип автомобиля еще в годы службы получил в народе прозвище «Конарейка». А вот точно такой же автомобиль, но на ходу. Все детали в нем родные. В Рязань ВАЗ-2101 приехал из Воронежа. Восстановил его Павел Смирных. Автомобиль 30 лет назад выкупил его отец. А восстанавливал уже сам Павел Смирных. Три с половиной года. Мы вот стоим с вами смотрим на внешний вид автомобиля, но изнутри такой же аутентичный, как был тогда, или что-то изменилось? Да, да, автомобиль такой же аутентичный. Все спецоборудование, как и было здесь в автомобиле, который сохранился, это его родное все оборудование. Балка, радиостанция. Все это родное, как было на автомобиле. Были сложности с хромированными деталями. Искал, говорит, на барахолках, сайтах с объявлениями, через знакомых. Восстановил автомобиль в 2021 году. Даже дал ему ласковое имя – Патрулечка. В тот же год впервые выехал на парад в своем городе. Благо, оригинальные детали рабочие. Все оригинальное, все оригинальное. Если хотите, даже... Да, давайте посмотрим, если есть возможность. После долгой дороги, конечно, пыльное все, но... То есть это все у нас детали с тех самых пор. То есть, да, я вот смотрю, даже шильдик сделан в СССР. Все, все в оригинальном виде, все как и было. Только, ну, двигатель пришлось откапитолить. А так все в оригинале, все как и должно быть. Даже иногда на выставке ставим родной аккумулятор, но, к сожалению, уже за столько лет он не рабочий. А для антуража – да. Иногда, говорит Павел Смирных, на ретро-пробегах подходят ветераны, которые служили на схожей патруличке. Спрашивают, даже порой просят прокатиться. Павел Смирных говорит просто. Ну, как таким откажешь? А это машина с уникальной историей – ГАЗ-21Л. Машина 1963 года выпуска. С 64 по 81 машина, так сказать, служила в городе Курске. Оттуда в таксопарк, после в частные руки. Свой путь Волга закончила на металлобазе. Точнее, могла бы закончить. Ее приобрел Игорь Корнеев. Что на ней не было? На ней не было. Во-первых, она была вся перебита. Вот, значит, на ней не было двигателя, на ней не было передних крыльев, капота. А все остальное было, но было в ужасном состоянии. Было несколько слоев краски. Когда была экспертиза, естественно, когда все защищали, увидели, что она в ГАИ служила. Ну и так пошло-поехало. То есть на ней много очень чего не было, некомплектное было. Сложнее всего были именно кузовные работы, говорит Игорь Корнеев. Именно варить, подгонять, лудить. А как с кузовом закончили, перешли к остальным элементам. Так, например, салоном помогали ребята из Донецка. Они тогда запустили ткацкий станок. А под капотом небольшие различия все же есть. Но такие, что обычно и не увидеть. Снаружи вы ничего не заметите. Это внутри. Клапана стоят от этого, как транспортера. Вольсфаген транспортер. И маслосъемные колпачки от 402-го мотора. Ну, более современного. Итак, можно рассказать о каждой машине. Все авто на ретропробеге восстановлены с любовью. Практически каждая деталь – оригинал. Каждая машина – история. А каждый человек – реставратор этой самой истории. В художественном музее новая экспозиция. Выставку «Жизнь продолжается» приурочили к 85-летию со дня рождения Виктора Агеева. Работы к юбилейной выставке отбирались тщательно. На открытии выставки не только поклонники рязанского художника, но и те, кто рука об руку прошел с ним большую часть творческого пути. Эту юбилейную экспозицию, состоящую исключительно из портретов, Виктор Агеев планировал еще при жизни. Задумку воплотили сотрудники Рязанского художественного музея имени Пожалостина вместе с родственниками автора. Дед действительно обожал то, что он делал. Даже несмотря на свое состояние, на свою травму, до последнего, до 23-го года дед продолжал творить. Как уже говорили, он хотел написать портреты всех своих знакомых творческих людей, и в какой-то степени ему это удалось. Да, к сожалению, он не завершил до конца, но тем не менее, что-то мы доимеем, и можем этим наслаждаться и это наблюдать. Портреты были любимым жанром Виктора Агеева. Особое место в этой галерее, конечно, занимают женские образы. Они словно бы обладают какой-то особой выразительностью и тонкой передачей деталей, подчеркивают зрители. Я его знал, я вырос с его искусством, с его творчеством. Это такой классик социалистического реализма, уже такой прошедшего искусства. Но классик, классик, не просто так классик. Он и портретист шикарный, он и жанровые картины писал. Он один из немногих художников, которые такую производственную тему подавали через душу. Каждый из портретов имеет реальный прототип. Наследие Виктора Агеева в большинстве своем – это образы людей, с которыми художнику пришлось повстречаться. Запечатленные для будущих поколений при помощи кисти и масла на холсте, или даже обычного карандаша на листе бумаги, они притягивают своим теплом. Сегодня друзья Виктора Агеева вспоминают автора выставки не только как маститого художника, но и как друга, а также помощника на творческом поприще. У меня была, по-моему, первая персональная выставка в Солодче, в музее Пожалуйста. И он приехал ее открывать. Он был заместителем Бориса Семеновича Горбунова, тогдашнего председателя нашего союза. Он посмотрел выставку, похвалил мои маленькие этюды очень сильно, посоветовал, что делать с большими работами реалистическими. Объяснил мне, что их надо задумывать и писать несколько иначе, нежели чисто натурные репортерские вещи. И, в принципе, он несколько раз на меня сильно влиял, Виктор Викторович Агеев. Мы с ним дружили до самого последнего момента. На выставке представлены и автопортреты. Среди них особое место занимает тот, где художник в инвалидном кресле. Его автор назвал «Жизнь продолжается». Ведь, несмотря на все превратности судьбы, мечтать и творить Виктор Агеев продолжал до самой смерти. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире.